Между тем, на этой неделе Якутский городской суд вынес вердикт по нашумевшим хатасским землям. Речь идет о домах, построенных на правой стороне Покровского тракта за постом ГАИ. Проблема заключается в том, что дома собственники возвели в безопасной зоне пролегающего неподалеку газопровода, а в ней строить нельзя. Однако, когда люди получали разрешение на строительство, им эти разрешения без оглядки выдавали. Но городской суд постановил постройки снести. Что теперь будет с семьями и кто виноват в сложившейся ситуации, разбиралась Александра Охлопкова. В 2012 году были изменены границы города Якутска. И для правой стороны Покровского тракта с 10 по 16 километр изменился вид разрешенного использования, обретя статус земли поселений. Такое постановление в свое время было принято на пленарном заседании городской думы. В свое время действовали разные нормативно-правовые акты, благодаря которым то же самое, например, Росреестр. Почему они выдавали документы, почему не было обременений на эти земельные участки. Также, почему город выдавал разрешение на строительство. Газопроводные магистральные, это 500 труба, огромная труба. На всех, естественно, это по съемкам, на всех планшетах они есть. Но они переводят под ИЖС, кроме того, еще выдают разрешение на строительство. Но люди-то об этом не знали. То есть, и вот все вот эти вот жители, которые на сегодняшний день есть, которые построились, вот эти семьи, в том числе многодетные семьи, они точно не виноваты. И нужно решить их проблему в первую очередь. А сведения о минимально допустимых расстояниях магистрального газопровода ГРС-2 «Хатасы» были внесены в государственные реестры недвижимости лишь в декабре 2013 года. А люди получили разрешение под ИЖС раньше. Татьяна Никифорова купила земельный участок с разрешением в 2015 году. И в течение двух лет одинокая мать двоих детей строила дом своей мечты. Мне одной тянуть вот этот дом, строить два года и заселиться, это мне трудно было, если честно. И сейчас снести этот дом я не хочу. Планировала в этом году построить тут гараж на две машины, как бы, и благоустройство дома провести. То есть у меня уже куплен септик, и эти унитазы, санузел, ну имеется в виду душевая, да, все технические это уже куплены. А в 2015 году выяснилось, что на территории проходит магистральный газопровод, который не был обозначен на местности. И что территория с ХПК «Хатаский» – охранная зона. Это стало полной неожиданностью для владельцев участков, которые успели построить дома. В итоге более 340 участков села «Хатасы» попали в охранную зону магистрального газопровода ГРС-2 «Хатасы». Газ поступает в Якутск от Средневилюйского и Мастахского месторождений по трем ниткам газопровода. Газопровод ГРС-2 «Хатасы» врезается в основную трубу на 286-м километре близ Якутска. Затем пересекает Вилюйский тракт, район птицефабрики, где расположена газораспределительная станция, и спускается по склону Чочурмырана, далее проходит по правой стороне от Покровского тракта до села «Хатасы». От села «Хатасы» газ транспортируется через реку Лена, за речную группу районов Якутии. Владельцы домов в газоохранной зоне оказались заложниками ситуации. Люди стучались во все двери, но остались один на один с проблемой и судебным решением о сносе домов. Разобраться в конфликтной ситуации Егор Борисов поручил председателю правительства Якутии Евгению Чекину. Он-то и выступил арбитром спорной, сложной и запутанной ситуации. В марте этого года премьер выезжал на место многострадальных участков, где встретился с владельцами. Позже организованы совещания на уровне председателя правительства с участием трех сторон. Мы считаем, необходимо наиболее комфортно решить этот вопрос. Конечно же, мы должны устранить нарушение федерального законодательства по строительству объектов капитального строительства в особо опасной зоне. Но это будет сделано, конечно же, обязательно с учетом интересов тех жителей, которые успели построить свои дома. Анализируя хронологию событий, возникают следующие вопросы. Почему, зная, что эти участки подпадают в охранную зону магистрального газопровода ГРС-2 «Хатасы», город дал согласие на капитальное строительство? Абсолютно верно. Такое было своевременно. Может быть, по незнанию. Была допущена действительно ошибка. И оно было переведено. Но в жизни таких ситуаций очень много. На самом деле. И сегодня мы уже активно исправляем эту ошибку. И надо дать еще одну должную информацию, что из 10 с разрешением, по сути, на строительство был только один участок. Остальные уже строились без разрешения. Но тут в законодательстве есть послабление, чтобы обойти барьеры эти, могут люди строиться и без разрешения на самом деле. Но, повторюсь, мы пути к тому, чтобы решить эти проблемы. А почему тогда, еще в далеком 2013-2014, компания, которая эксплуатирует этот охранный участок, не забил заблаговременно тревогу? Почему не проинформировали владельцев на начальном этапе строительства? А на начальном этапе строительства не заметили? На начальном этапе строительства никаких хозяев не было. Соответственно, связаться с лицами, которые начали какие-либо постройки, было невозможно. При этом, когда мы обращаемся в суд, суд, естественно, требует владельцев. Но эти владельцы зачастую выяснить их, значит, поименно очень затруднительно. Потому что, значит, это персональные данные, которые могут быть предоставлены только с согласия самого владельца. Здесь немного такой вот замкнутый круг. Тем не менее, судебные тяжбы продолжаются. И, как показывает практика, суд на стороне Сахатранснефтегаз. Остается за короткое лето решить вопросы с переносом, возмещением затрат, выделением новых участков. В эти дни состоялось совещание во главе заместителя председателя правительства Игоря Никифорова. В ходе разговора были затронуты вопросы внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости на зону минимально допустимых расстояний магистрального газопровода ГРС-2 Ахатасы. Вице-премьер отметил, что администрации городского округа Якутск и Сахатранснефтегазу необходимо в ближайшие дни достичь договоренности. Мой совет передать руководству, что разогревать ситуацию, которую вы разогрели, не надо. И нужно максимально идти навстречу, для того, чтобы выровнять ее и ввести в законное русло. Максимально. Не так, что мы прозвенелись судами, а теперь разбирайтесь. Правительство. Хорошая позиция. Также рассмотрена дорожная карта, которая предусматривает поиск свободных равноценных участков с необходимой инфраструктурой для тех собственников, чьи участки с капитальными сооружениями полностью находятся в охранной зоне газопровода. Кроме того, будет проведена оценка рыночной стоимости земельных участков и объектов капитального строительства. Со стороны Сахатранснефтегаз будет предоставлен транспорт для демонтажа и перевозки материалов. Что касается владельцев земельных участков с объектами капитального строительства, частично пересекающих границу минимально допустимых расстояний, будет рассматриваться вопрос по каждому земельному участку индивидуально. Александра Хлопкова, Владимир Таюрский, Якутия. День за днем.